Сегодня у многих семей есть дача, куда все члены семьи приезжают на выходные. И, наверное, каждый задумывается о том, как такой отдых сделать не только приятным, но и полезным. Дел на даче, конечно, хватает, но и ребенка надо чем-то занять. Так вот, дача – это прекрасное место, где можно начать приучать ребенка к труду. Хорошо, когда начинается с раннего возраста, потому что, допустим, в течение шести лет нам не хочется, чтобы ребенок нам мешался на той же кухне, там убирал что-то, подметал. Мы хотим это сделать все побыстрее. Но наступает возраст семи лет, и мы хотим, чтобы ребенок выполнял конкретные свои обязанности. Ребенок до семи лет не знал, что это такое, ему это неинтересно. И когда мы начинаем ребенка в жесткие рамки стоять условия, тогда да, для него это все, для него это каторга, он должен, обязан. Нужно родителям обращать внимание на тот момент, когда ребенок хочет сам, вот с того момента и начинать. Это и есть так называемая трудотерапия. Как метод реабилитации она известна давно. Довольно часто ее применяют для работы с детьми-инвалидами. Трудотерапия позволяет не просто дать определенные трудовые навыки, но и повысить самооценку ребенка с особенностями, научить взаимодействовать в группе. Хотя трудотерапия будет полезна и здоровым детям. Это повышение самооценки, то есть вот самооценность, допустим, ребенка, что где-то он может быть полезен, в чем-то он важен, что без него даже взрослый может не справиться. С помощью трудотерапии можно не только прививать ребенку социальные навыки, но и развивать его всесторонне. Как я считаю, что трудотерапия – это также развитие и крупной, и мелкой моторики. Допустим, если мы полим, все же пальчики работают у ребенка. Здесь и пинцетный захват, если травка чуть поменьше, и развитие крупной моторики, потому что это как бы здесь телесное развитие. Детки ходят, ищут по грядкам. Там те же помидоры, огурцы. Это общеразвивающие могут быть занятия. Можно у нас посчитать, сколько у нас овощей, сколько помидоров, огурцов. Посчитать, спросить, какой формы, каким цветом. В возрасте 5-6 лет у ребенка уже, в принципе, должна быть какая-то домашняя обязанность. Это или мусор, или сходить за хлебом. А если это с землей, то это очень полезно. Они могут собирать овощи, полоть. Конечно, они допускают ошибки. Они могут собрать те овощи, которые собирать еще рано, но на то они и дети. Здесь очень хорошо можно все выиграть, объяснить, что это маленькое, какое нам нужно собирать. В частном детском саду «Амалек» можно наглядно увидеть, как с помощью трудотерапии дети развиваются. А самое главное, им нравится трудиться. Здесь есть собственный огород, и дети постарше с удовольствием собирают овощи и фрукты, за которыми они на протяжении всего лета ухаживали, растили и поливали. А теперь с радостью пожинают плоды своего труда. Ого, я какой веселый! Ау! Я его заберу. Осторожно! Они колючие. Деткам вообще очень нравится. Очень нравится быть именно ответственными. То есть вот мы, допустим, с коллектива начинаем забирать старших деток, которые у нас сейчас пойдут на трудотерапию. Но мы их называем дежурными. Мы деткам не говорим, что это вот трудотерапия. Мы называем их дежурными. У нас и слезы за то, чтобы быть дежурным. И потом, когда они все это накрывают на стол, это перед всеми, вот это я собрал, я полил, я вырастил. Есть, конечно, то, что они делать не любят. Но, опять же, допустим, если ребенок не очень любит поливать, хотя поливать детки любят, ну, допустим, полоть, то можно ограничить это время. Можно это сделать, допустим, 15 минут. Можно не делать это там все 30 минут. Можно сделать 15 минут. Но им всем очень нравится. У нас нет ребенка, который бы не хотел в этом участвовать. Конечно, не всегда дети хотят трудиться. Особенно летом. Если не проявляет ребенок интерес, не заставляйте. А вот если наоборот хочет быть полезным, никогда не отказывайте. А то в следующий раз малыш и вовсе не захочет вам помогать. Родители очень всегда серьезно относятся к своему огороду и даче. То есть, если они собирают урожай, для них важно собрать, засолить, прополоть. Они приезжают с определенной целью. Поэтому я и говорила о том, что это получается такая вот трудовая повинность. Нужно относиться ко всему гораздо проще. Если вы хотите своего ребенка вовлекать в труд, а не обязывать с детства так, чтобы у него было отторжение, то это нужно делать мягко. Допустим, мы не рассчитываем на то, что мы соберем определенное количество огурцов и помидор. Если у нас, допустим, когда-то ребенок сорвет неспелый перец, маленький, несозревший, то для нас это не трагедия. Мы просто об этом можем поговорить. А очень часто родители допускают ошибку, потому что они именно очень рано вводят в обязанность, пропуская период, то есть тогда, когда ребенка нужно вовлечь сначала, чтобы ему было интересно, а потом это сделать обязанностью ребенка. И самое главное, не забывайте благодарить и хвалить своего ребенка за работу. Добрые родительские слова – это лучшая награда для малыша. И тогда ваш ребенок будет для вас самым главным помощником.